Мои соседи по лаунж немножко сейчас успокоились, поэтому я могу немножко записать видео, то до этого просто было очень шумно. Я сейчас нахожусь в Дубаях, в лаунж-зоне. Я лечу в Таиланд, меня зовут Алина, и я менеджер по развитию интернет-проекта BaseFromThai.bu. Сейчас я расскажу, как вообще попасть в Таиланд, какие документы нужны для того, чтобы попасть в Таиланд, и как пережить перелет. Начнем с того, какие документы вообще нужны. Первое – это нужна виза. Сейчас, когда я начинала сбор документов, можно было поехать только по рабочей визе. Рабочая и семейная виза, кажется, была еще. Сейчас уже есть и туристические визы, но, получив визу, просто так тоже сюда не попасть. Для того, чтобы попасть в Таиланд, нужно целая куча документов. Я собирала информацию по крупицам, и сначала я вообще не понимала, с чего начинать, потому что документов много, а какой за кем идет, у меня представления не было. И спасибо мне дали контакты агента, который мне помог все разложить по полочкам. С чего вообще начать? Начать стоит с того, чтобы уточнить, есть ли на даты, в которые вы прилетаете, место в карантинном отеле по доступной цене. Отелей много, выбор есть от 27 тысяч и до бесконечности практически, но чтобы попасть в пределах 30-32 тысяч, это надо все-таки связываться заранее. И когда вы уже связались с отелем и узнали о том, что есть места, вот опять-таки, если уже на руках виза, потому что виза-то у меня была рабочая. Вот когда есть места в отеле, они требуют подтверждение документальное. Оно состоит из брони на самолет и страховки, то есть надо прислать. И также они просят за 72 часа до заселения выслать все это специальное разрешение от посольства на то, что они одобряют вас в лед в Таиланд. Вот. Сразу же после того, как они одобряют, покупается страховка и покупаются билеты. Я взяла билеты на Emirates Airlines и у меня большая пересадка 22 часа. Сейчас, в принципе, здесь я нахожусь. И я нашла информацию, то, что если у вас длинная пересадка, вы имеете право на лаунж-зону. Это зона с комфортными местами, где можно поспать. И также здесь находится безлимитная еда. Выбор, правда, небольшой. Я отдельно в блоге сделаю статью, где добавлю много фотографий, распишу все подробно. Также подробно распишу о том, какие документы нужны. Ну вот, если кратко, сейчас я не знаю, вспомню все, не вспомню. Это нужна бронь на АТ карантины, это нужно разрешение на въезд от посольства, билет, страховка, если по рабочей визе на 100 тысяч долларов на год. Сразу говорю, у меня компания рабочая, то есть это не фейковая компания. Не знаю, как там будет с компаниями, которые как бы только на бумаге, да. Но у меня проблем не возникло. Я там работаю уже несколько лет, то есть у нас есть налоговая отчетность, а всем остальным у нас все хорошо. Вот. И также еще нужно, вот самое сложное, это получить справку Fit2Fly о том, что у тебя нет спида, сифилиса и гепатитов. Эта справка должна быть на английском и выдана за 72 часа до въезда в страну. Это, на самом деле, очень сложный момент. Я, к сожалению, не смогла найти место, что я лечу в воскресенье. Я не смогла найти место, чтобы, ну, договориться, чтобы мне хотя бы на день вперед сделали, да. Мне в итоге, я только в одном месте смогла договориться, чтобы мне справку выдали в субботу в российский и на английском языке. Потому что какие-то делают, но не делают на английском. И вот только в одной коммерческой клинике я смогла в своем городе это найти. Вот. В Москве с нас этим проще, а уже в своих городах гораздо сложнее. Но, опять-таки, здесь вот мне советами очень сильно помогла агент, который мне оформляла SEO, то есть разрешение на въезд в Таиланд. Вот. И тоже последний штрих – это негативный тест на коронавирус. Он делается в Домодедово. И можно сделать экспресс-тест. Было написано на входе, что этот тест делается в течение четырех часов по техническим причинам. Но мне в итоге на электронку тест пришел в течение полтора часов. Вот. И когда все эти документы уже на руках, с этой кипой уже идет регистрация. Заранее у меня зарегистрироваться не получилось. То есть у меня была стыковка Краснодар, Москва, Москва, Дубай, Дубай, Таиланд. И когда открылась онлайн-регистрация, меня зарегистрировали только до Москвы, потому что я речу в Таиланд, а в Таиланд нужна куча документов. Онлайн-регистрацию на Emirates Airlines мне сделать не дали. Вот. Теперь вот следующая часть, которую я хочу рассказать. Это называется «Записки параноика». Потому что сейчас-то у меня тест отрицательный, да. Мне еще надо как-то доехать до Таиланда, чтобы ничего не подцепить. Потому что там у меня будет два или три раза, ну посмотрим, я не помню, кажется, три раза буду брать тест. И мне очень важно выйти из карантина через 15 дней, потому что у меня заканчивается виза. Мне надо дать ее на продлении. И для меня критически важно ничего не подцепить в дороге. Поэтому я летела, сейчас я буду показывать, да, вот в такой вот масочке я летела. Купила такой респиратор, он на моторчике, он подключается, жужжит. Здесь внутри сменные находятся фильтры, я их меняю. Вот. То есть я летела в этой маске, как Дарт Вейдер, да. А сверху был вот такой вот экранчик тоже. На меня все смотрели, косились, как на инопланетянку, особенно в Домодедово. Да, и здесь тоже как бы народ оборачивался. Но мне как бы пофиг, мне главное, чтобы я долетела. За неделю, даже не за неделю, а за две недели до вылета я начала пить кардицепс. Это иммуностимулятор. Это иммуностимулятор. Он как раз держит иммунитет в тонусе. И даже если бы я за две недели до въезда подцепила коронавирус, то думаю, что... Ну, подцепила, не подцепила, я, честно говоря, не знаю. Потому что у меня ребенок, она учится в школе. То есть полностью изолироваться на две недели перед вылетом я не могу. Потому что ребенок уходит в школу, я живу с ребенком, у нас ежедневные обнимашки. Потому что не могу же я ребенку отказать, скажу, дорогая, я не буду тебя трогать, да, потому что я лечу, мне нельзя заразиться. Я и так как бы ее оставляю на неизвестный период. Мы будем с ней созваниваться, общаться, но все равно у нас еще не было такой длительной разлуки с ребенком. И отказать ей в тактильном контакте я просто не могла. Поэтому я пила кардицепс, я закидывалась ваталайджоном, то есть я пила в профилактической дозе. А за неделю перед выходом я уже начала пить по три капцу и плукхау. Эти препараты тоже не рекомендованы для профилактики и мягкого течения коронавируса. Также я пила витамины. Витамин С с биофлавоноидами, витамин Д. Ой, что я еще пила? В общем, я забрасывалась просто так вот горстями витаминов, бадов, чтобы это все пережить. Уже здесь, в дороге, я регулярно захожу в туалет и использую вот этот порошочек. У него просто очень такое необычное использование. Он насыпается, как героин, дорожечкой на банковскую карточку. Дорожкой занихивается. Вот поэтому я закрываюсь в туалете, предварительно обрабатывая антисептиком. Вот этот антисептик у него муж буквально перед вылетом купил в магнит косметик. Он купил мне несколько блоков, потом у меня уже второй блок. Видите, он уже почти заканчивается. Потому что я маньяк с антисептиком. Везде, куда я сажусь, то есть в самолете, перед тем, как сесть, я все сбрызгиваю спиртом, чтобы точно было все стерильно. То есть здесь в лаунж-зоне тоже местами все обрызгиваю. В Москве я обрызгивала вообще все. То есть здесь тоже я захожу в кабинку туалета, я закрываюсь, все-все-все-все обрызгиваю. Жду 2-3 минуты, после этого я уже там или иду в туалет, да, или там нюхаю травку. Вот, здесь вот нюхательная смесь. Здесь ничего такого нет, она стоит в целом недорого, продается в аптеках без рецептов в Таиланде. Она предназначена для лечения респираторных заболеваний. Она обладает очень мощным антибактериальным противовирусным эффектом. И вот я вот раз в 3-4 часа захожу и небольшими порциями вдыхаю этот порошок, чтобы точно ничего не было. А потом еще мажу вот этим вот бальзамчиком, специальный туртайский бальзамчик для профилактики. Сверху одеваю маску. Здесь я уже в Эмиратах, если в России там как бы в Домодедово там и санитарная обстановка была не очень. И кроме того общая как бы атмосфера. А здесь уже как бы я как-то сама подуспокоилась. Я просто вижу, что здесь уже народ весь в масках. То есть у меня вот кто находится слева-справа, они тоже я вижу, что они маньяки с антисептиками. Они постоянно протирают руки, сидят в масочках. Вот я сейчас просто расслабилась, да, чтобы снять видео. Я сняла маску. Вот. А так в целом, в целом все достаточно здесь благополучно. И вот в туалете везде тоже по лаунж-зоне уходят специально обученные люди, которые с пшикающим антисептиком. То есть человек подошел, руки помыл, тут же подходит человек пшикает, все протирает, все, чтобы все было стерильно. Вот. На самом деле нравится. Что меня поразило, это то, что вот самолет в Дубай, он был полный. То есть как в лучшие времена. Людей очень много, потому что, чтобы влететь в Дубай, нужен только паспорт и справка по отсутствию коронавируса. Все, больше ничего не надо. Вот. Ну тут, если кратко, я в статье сделаю более полную публикацию с кучей фоточек, где расскажу подробно, что и как. А, вот по идее еще хотела сказать, да. Здесь безлимитная еда, но еда, выбор небольшой. Вот я ела на обед суп, крем-суп непонятно из чего. По вкусу это что-то бобовое. И также был сэндвич с копченой курицей. Достаточно вкусно. Отдельно есть сэндвичи для тех, кто не ест мясное. С сыром. Фрукты, яблоки, бананы, маффины, чай, кофе. В принципе, кроме молока, вот я единственное расстроена, что нет молока, потому что я хотела сделать себе молочный коктейль. Взяла с собой. Вот. Белковый коктейль, чтобы заселить молоко. Но молока нет, ничего страшного. Но, на самом деле, я перестраховщица. Я взяла с собой кучу там всяких белковых коктейлей, разовых и прочих вещей, которые мне не пригодились, потому что нет необходимости. Вот. Здесь также есть зарядка. Можно зарядить свои девайсы. Вот. Так что, в целом, все комфортно. Вот. Так что, если вы боитесь длинной присадки в Дубае, бояться ее не стоит. Вот. Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Вот.